Сегодня очень важная дата, экологическая дата, 2 февраля во всем мире экологи, люди, которые общаются с природой, знают ее, изучают, отмечают праздник. Это дата 50 лет подписания Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Она была подписана в иранском городе Рамсар и к этой конвенции в настоящее время присоединилась 171 страна. Это очень много стран. Во всем мире есть водно-болотные угодья, это и болото, и поймы рек, заболоченные леса, очень большое количество разнообразных водно-болотных угодий, которые нуждаются в охране. И наша страна действительно обладает большим богатством, богатством, наверное, которое мы не осознаем. И этим богатством являются болота, которые по праву называют легкими планеты. Ведь по сравнению с лесом они выделяют в 15 раз больше кислорода, до 700 килограммов с одного гектара в год. По состоянию на настоящий день в Беларуси статус водно-болотных угодий имеет 26 природных территорий, общая площадь которых близка к 800 тысячам гектаров, занимающим около 4% территории всей страны. Беларусь относится к странам с высокой степенью заболоченности земель. Она присоединилась к Крамсарской конвенции 25 августа 1991 года. И в настоящее время на территории Республики Беларусь выделяют 26 водно-болотных угодий, имеющих международную природную значимость. Причем 10 из 26 этих угодий находятся на территории нашей Пресской области. В том числе крупнейшие низинные болота Европы, это болото Дикое, Звонец. На территории области располагается также и крупнейший комплекс разнообразных болот, болот переходного, низинного и верхового типа, Тальманские болота. На белорусских болотах обитает огромное количество видов животных и птиц, среди которых утка, кряква, серая цапля и зимородок, андатра и болотная черепаха. А многие из обитателей занесены в Красную книгу. Сегодня Брестский областной краеведческий музей приглашает всех желающих узнать интересную информацию о водно-болотных угодиях нашей страны, их флоре и фауне, увидеть гербарии болотных растений, таксидермические копии животных и птиц и даже услышать звуки, которые они издают в природе. Наша выставка создана благодаря поддержке и Брестского университета имени Пушкина, и Академии наук, Института экспериментальной ботаники Белоруссии. И поэтому люди, которые интересуются болотами, могут получить здесь самые свежие сведения, самые свежие цифры. Сотрудники музея ждут всех желающих, а сама выставка продлится до конца февраля.